Добрый день, уважаемые участники этого хорошего мероприятия, такой прекрасной конференции. Я представляю город Ангарск, Ангарскую нефтехимическую компанию. И мой доклад на тему «Стратегия и организация подходов при внедрении системы производственного учета с использованием продукта по системе». Наш предприятие является крупнейшим предприятием в Восточной Сибири по переводке нефти, выпуску нефтепродуктов, продукции нефтехимии. С 2007 года мы являемся дочерним обществом Роснефти. Для начала хочется немного рассказать о нашем предприятии, о его масштабах и объемах. Я думаю, что тогда для вас станет очевидным наша потребность и необходимость структурированной автоматизации, выборе правильной программной платформы для того, чтобы автоматизировать производственный учет в нашем предприятии. Следующее. Постановление правительства было принято в 1945 году. Именно тогда началось строительство комбината. Водовое создание считается 1953. Именно тогда был разожжен первый газогенератор. И первые нефтехимические установки вступили в строй. Начали процесс парафазного гидрирования. Позволили получать метанол из угля и седную кислоту из сероводорода. В 1957 году перепрофилировали с угольного на нефтяное сырье. И уже пошла нефтепереработка. И даже в 1966 году есть такой факт, что наше предприятие удостоилось высшей правительственной награды. Мы получили орден трудового красного знамени. В 1970-е и 1980-е активно развивалось производство. Введены были в эксплуатацию установки каталитического крейкинга, реформинга, гидрочистки дистоплива и установки для производства различных видов масел. Все из перечисленных установок ныне действуют, проходя модернизацию. Сегодня АНХК — это крупное предприятие с объемом переработки нефти более 10 миллионов тонн в год, глубиной переработки 72,16%. Мы отгружаем продукцию по России на экспорт, производим более 200 наименований масел. И являемся единственным предприятием в России, которое производит по технологии гидрогрейкинга масло-трансформаторное ГК, допущенное к применению в электрооборудовании всех классов напряжения без ограничений. Действует у нас многоступенчивая система контроля за качеством упускаемой продукции. Мы сертифицированы по четырем международным стандартам. И наша миссия — это экономическая эффективность, качество, удовлетворение требований потребителя, обеспечение безопасности, в том числе и экологической. Площадь, занимаемая 1360 гектаров, более 1000 зданий, сооружений и объектов расположены на этой территории. Вот цветами на слайде вы можете схематично тут территорию видеть. Самая большая МПЗ и химзавод. Два товарно-сырьевых производства и укропление желтым — это завод «Марсел». Она у нас расположена, потому что в советское время объем производства был большой, а ТЭЦ была своя. Теперь это уже не наше, но на территории располагается. Понятно, что такие мощности потребовали от нас соответствующего уровня автоматизации. И с 2007 года у нас плановерно создается и внедряется на предприятии системы производственного учета. В составе следующих подсистем — это система технологического мониторинга СТМ, система диспетчеризации СД, автоматизированная система расчета материального баланса СРМБ. Будем мы внедрять систему анализа план-факт. И у нас внедрена действует лабораторная информационная менеджмент система ЛИМС. Но она у нас на продукте ЛАБВЕ. На этом слайде отражены периоды внедрения и наличие интеграции со смежными системами. Можно видеть, что СТМ приступили в 2007 году. Почему нет финального года? Потому что у нас работа продолжается постоянно по доработке МНИМО-схемы СТМ. Добавляются новые объекты. По заявкам заводов или спитательного центра мы дорабатываем. Диспетчеризацию с 8 по 12 внедряли, ЛИМСы с 8 по 14. Сейчас еще третью очередь внедряем. У нас реализована система автоматической диагностики САД. Дальше видно, что с 11 по 14 мы активно модернизировали диспетчеризацию. И сейчас занимаемся матбалансом. Интеграции у диспетчеризации есть система СТП с отгрузкой и ЛИМС. У ЛИМС, конечно, не суть на наши сегодняшнего дня. Но, тем не менее, у нас с ПИМСом есть система управления станции смешения бензина. Первая наша система — система технологического мониторинга. После разработки проектной документации в 2007 году мы приступили к ее внедрению. На сегодняшний день общий пассет развернут на 100 тысяч тегов. И вот реализация этой первой ступени СТМ явилась информационным базисом для последующих этапов создания СПУ. Задействованные программные продукты вы можете видеть справа от МНИМО-схемы. СТМ у нас построена с использованием баз данных реального времени, с помощью которой успешно решаются следующие задачи. Автоматический сбор данных реального времени, значение параметров технологического процесса, установок резервуарных парков посредством интерфейса функционирующего СТП, создание единого архива, обеспечивающего долговременное и надежное хранение данных на жестких дисках, как текущих, так и ретроспективных, и осуществляется обработка представления всем заинтересованным пользователям этой информации. В результате комплексной работы указанных программных продуктов наша система обеспечивает оперативный мониторинг состояния технологических процессов за счет выдачи информации о уходе производственных процессов в режиме реального времени, обеспечивается горизонтальной интеграцией разнородных СУТП на базе единой информационной платформы реального времени, результатом чего является удобный доступ всех специалистов к данным, таких как технологи, метрологи, специалисты производственных отделов, заводов и испытательного центра. Повышается уровень анализа за счет использования исторических данных. Осуществляется централизованное администрирование СТМ и защита данных. О защите данных скажу ниже. СТМ у нас внедрена на всех производствах. На слайде я отразила в процентном соотношении внедрения системы силами подрядной организации и силами специалистов о НХК, цех и КПА. То есть они у нас прошли соответствующие обучения и самостоятельно разрабатывают новые схемы. Промышленную эксплуатацию введена в 2009 году. Расширение применения производится постоянно и на сегодняшний день количество пользователей составляет более 250 специалистов. Несколько слов о защите данных. Механизм защиты данных заключается в разделении информационных потоков от РСУ до шлюзовой станции, от шлюзовой станции до серверов по Систем и уже от серверов по Систем непосредственно к рабочим местам пользователей. При подключении компьютеров пользователей к серверу дополнительно осуществляется фильтрация сетевого трафика по паркам. Данная технология защиты у нас была согласована как безопасный способ подключения с основными производителями РСУ для ангарской площадки. На данном слайде краткая информация по СТМ. При разработке отработаны технические решения по обмену системами таких производителей как Ханвелл, Икогава, Сивинс, Аптикон, Скада. Под систему на сегодняшний день занято более 20 тысяч тегов для обеспечения защиты СУТП. Организованы виртуальные защищенные сети с использованием оборудования линейки ЦИСК АСА. Вторая наша система – это система диспетчеризации. Внедрение ее осуществлялось с 2008 по 2012 год. Она построена на базе системы технологического мониторинга и дополняет ее в части получения технологических данных ручного ввода с объектов, не оснащенных СУТП, а также в части получения данных по движению нефти и нефтепродуктов. Система обеспечивает регистрацию операций перекачки нефти, расчет масс по утвержденным алгоритмам и автоматическое формирование отчетности по работе установок и движению продуктов в парках. Система внедрена также на всех производствах стопроцентно и насчитывает на сегодняшний день более 80 объектов. Это операторные. Для внедрения использованы не ниже указанные продукты, а оси софт и продукты разработки Индософт. Система диспетчеризации сочетает в себе работу двух основных армов разработки Индософт на платформе ПАИ. Это ручной ввод технологических параметров IMLS для ручного ввода данных по технологическим установкам и фиксации в армии паспортных данных средств измерений, используемых для расчета массы. И второй арм – это учет движения нефти IOMS, обрабатывает данные по резервуарным паркам. И IOMS клиент позволяет произвести расчет массы и погрешности нефтепродуктов в резервуаре с использованием встроенного программного модуля для вычисления массы и объемов нефти и нефтепродуктов согласно методикам измерений, введенных нашей управляющей компанией «Роснефть» в 2011 году. При доработке диспетчеризации соответствующее программное обеспечение, предоставленное компанией, было встроено в модуль IOMS клиент и в сервер инжиниринговых расчетов ПАИ-Эйс. Вся информация поступает в архив данных реального времени. ПАИ-сервер на этом уровне происходит приведение ее единой размерности и долговременное хранение. Сразу после первичной обработки часть данных передается в качестве входных параметров в ПАИ-Эйс, где проходит через различные алгоритмы для получения расчетных технологических параметров по считанным значениям, записывается в ПАИ-сервер. С помощью программных продуктов ПАИ-систем и продуктов разработки Индософт наша система диспетчеризации модернизирована, оснащена различным функционалом для разных служб. Например, для диспетчеров ТСП и НПЗ у нас обеспечена возможность формирования электронных сменных суточных рапортов диспетчеров. После этой доработки ряд рукописных журналов в этих диспетчерских мы отменили. Следующая доработка не менее важная. В Роснефте был такой проект, ауэ, оперативное управление распределением ресурсов. Роснефть сказала, либо если у вас нет системы, где вы можете это доработать, вы внедряете новую, либо если у вас позволяет ваша система, наша система диспетчеризации позволяла, то вы ее дорабатываете. И вот такая доработка для специалистов производственного отдела и планово-экономического управления. Они используют теперь у нас функционал по автоматическому формированию, актуального план графика производства на основе лестничного плана производства и файлы, которые формируются автоматически с фактическим объемом производства. Также план график производства и файлы с фактическими данными у нас автоматически передаются в АИС-ТПС. Такая доработка выполнена для управления логистического обеспечения. Кроме этого, в системе диспетчеризации реализован ряд интеграционных обменов со смежными системами, такими как АИС-ТПС, ЛИПС, вот я уже об этом говорила, и систем управления станцией смешения бензинов ТСП. Коротко обозначу назначение каждой из перечисленных систем. ЛИПС предназначена для полномасштабного менеджмента производственных процессов, лабораторий, испытательного центра, развития процессов менеджмента качества и лабораторного контроля. Обобщен на функции блоки ЛИПС на слайде. СТПС автоматизирована информационная система учета и контроля движения нефтепродуктов товаропроводящей компании. Предназначена для учета товарной продукции, оформления заказов, наряд заказов, на отгрузку продукции, оперативного планирования, отгрузки по России на экспорт и оформления документов отпуска по железной дороге, автотранспортам и продуктам трубопроводам. Также учитывает затраты на транспортировку продукции. Система управления станцией смешения бензинов ТСП предназначена для автоматизированного контроля управления в реальном масштабе времени технологическим процессом смешения продуктов. Внедряли у нас ее специалисты ИКГАВА. Два года как запустили эксплуатацию, позволяет производить смешение с минимальными затратами, минимизировать повторное смешение и снизить уровень потерь. И вот с этими системами организована интеграция. В начале передачи данных внутри СПУ здесь все логично. Диспетчеризация получает данные из СТР, Матбаланс получает данные из диспетчеризации. А вот со смежными системами. Из системы ЛИМС в СПУ забираются данные лабораторных анализов испытательного центра. В первую очередь это плотность, ее мы используем для расчета массовой диспетчеризации. Из системы диспетчеризации в СТПС передается информация о массах нефтепродуктов в резервуарах и информация по операциям движения. Под движением в данном случае подразумевается не только операция по перекачкам, но и передача данных параметров в резервуарах, масса, температура, уровень, плотность. Также, как уже я говорила, в СТПС передаются данные планографика производства и факты производства. Из СТПС в диспетчеризацию с помощью интерфейса ПАИ-РДБМС поступают данные о паспортах качества, информация об отгруженной продукции. Хочется отметить, что в разработке интеграции с СТПС у нас активное участие принимала логистика, они выступали как постановщики задач, они активно принимали участие в тестировании. На наш взгляд, большое значение имеет высокий технический уровень грамотности специалистов на производстве при адаптации программных продуктов ПАИ на конкретном заводе под конкретную задачу, применение тех или иных дополнительных продуктов, которые поставщик решения предлагает. И вот у последней системы, из системы управления станцией смешения бензинов, в диспетчеризацию передаются данные по смешению продуктов, информация о состоянии автоматизированных задвижек. На примере мнемосхемы вот этой системы технологического мониторинга можно посмотреть результат одного из интеграционных механизмов. Мы, учитывая, что база данных ПАИ у нас единая, и используя возможность интерфейса ПАИ ДБМС, вывели нам мнемосхему колбы при наведении курсора на колбу, лабораторные показатели какие-то мы видим, конкретно завод, собрали мы статистику, какие показатели для них являются наиболее важными по какому-то объекту. Вот эти вот значения и выведены для их удобства, по их просьбе на мнемосхемы. Через какое-то время после внедрения системы технологического мониторинга и системы респетчеризации мы столкнулись с некоторыми трудностями следующего характера. При администрировании можно было замечать отсутствие данных на мнемосхемах, отсутствие данных диспетчеризации по вводу операторами, пропуске ввода данных операторами. Как-то это нужно было все систематизировать. Вот, например, конкретный пример мнемосхемы, где отсутствует значение показателя. И значение его тайм-аут интерфейс используют для того, чтобы показать, что связь с удаленным средством измерения не функционирует. Для предотвращения сбойных ситуаций, минимизации их последствий и мониторинга состояния под системой инфраструктуры, обеспечивающей работоспособность поставщик, решение PIS System предложил использовать нам продукты PIS-SLOG-интерфейс и IMAT-PAI. Это так называемый мониторинг-администратор, с помощью которых разработать и внедрить систему самодиагностики нашей СПУ. В этой системе явилась автоматизированная система диагностики САР. Те параметры, которые она призвана мониторить, то оборудование, вот перечень на слайде. Функциональность САР заключается в сборе и сопоставлении данных о истории работы компонентов и сервисов. Это инструмент анализа возможных причин возникновения сбоев в работе технических средств и оборудования при передаче данных. Также САР способен формировать детализированную отчетность. Вот так выглядела наша ситуация до внедрения САР. Поиск, диагностика и анализ проблемы, а также ее устранение могло занимать достаточно длительное время, в которое либо вся система, либо какие-то отдельные ее компоненты были неработоспособны. Требовалась цепочка телефонных звонков администраторам, специалистам ОСУТП, чтобы найти причину. Все это занимало длительное время. Тогда мы определили ключевые параметры для контроля и мониторинга, оптимальную визуализацию данных, и специалисты по внедрению ПАИ предоставили нам инструмент. И теперь наша ситуация выглядит следующим образом. Единой точкой входа информации о работоспособности либо неисправностях является администратор, сопровождающий систему, которая оперативно оповещает необходимых сотрудников, принимаются меры, и координация по сопровождению СПУ у нас значительно улучшилась. После разработки проектной документации мы приступили к внедрению системы мат-баланса автоматизированной системы расчета материального баланса СРМБ в 2012 году. Объектами автоматизации являются процессы расчета суточного и месячного материальных балансов как отдельных подразделений НПЗ, Эфимзавод, Завод Майс, ЛТСП, так и всего НХК в целом. Процесс расчета ежесуточного материального баланса предназначен для получения согласованных в рамках балансовой модели значений массовых измерений на основании данных первичного производственного учета. Основные задачи и цели внедрения системы перечислены на слайде. На следующем слайде отражены потоки информации при подготовке данных для балансировки. Это показания первичных измерений, данные лаборатории, данные метрологии, данные первичного производственного учета, такие как массы потоков и остатки. Расчеты же суточного баланса включают в себя такие регламентированные процедуры, как расчет суточного баланса за отчетные сутки и накопительного с начала месяца и по отчетные сутки, и процедура расчета месячного баланса на накопительное с начала месяца и по последнее число месяца. ТСП в нашем случае можно назвать пилотным участком внедрения. Именно там были установлены первые автоматизированные рабочие места, учет движения, расширенный режим для ТСП на базе продукта IOMS Extension, которые по сути являли собой некий симбиоз учета движения и матбаланса. По результатам работы в ARM в тестовом режиме производилась корректировка и доработка модели. Вот справа видно, как теперь выглядит наша модель, но там уже не только ТСП, но и НПЗ отражено. Необходимо отметить, что порядок согласования данных при балансировке начинается именно с поиска грубых ошибок. Технически это реализуется с помощью специальных тестов, зашитых в программное обеспечение ДРМС. При поиске грубых ошибок сначала производится предварительный анализ, в ходе которого является сам факт наличия в схеме такой грубой ошибки, и указывается подозрительное измерение. Затем с помощью специальных тестов на подозрительных измерениях ошибки локализуются. Анализ грубых ошибок производится по критериям таким, как разбаланс между поступлением продукта по массомеру на ТСП от подразделения приемом резервуар, разбаланс при перекачке продукта из резервуара в резервуар и разбаланс между откаченным продуктом из резервуара и отгруженным в вагон от цистерны. В том числе, если специалист не может самостоятельно определить причину ошибки, он связывается с оператором резервуарного парка, технологических установок или службой КИПА, чтобы определить причину. Причина может быть неисправность прибора или пропуск ввода данных операторами или какая-то другая проблема. На сегодняшний день у нас введена в эксплуатацию первая очередь СРМБ, она объединяет ТСП и НПЗ. Работа ежедневно начинается с того, что технологии ТСП создают суточный период в системе, подгружают данные. Далее к работе приступают наши экономисты, они проверяют и обрабатывают данные, корректируют грубые ошибки. Обработанные экономистами данные ежедневно автоматически у нас передаются в оперативную суточную сводку НХК. На основании данных накопительного баланса на первое число каждого месяца формируется производственная отчетность, знакомая тем, кто экономической частью занимается. Это 38 ТП форма, учет движения нефти 36 ТП формы, отчет о переработке по установке и учет смешения. Также по данным накопительного баланса автоматически у нас формируются на первое число месяца акты снятия натурных остатков. И для реализации матбаланса у нас задействованы продукты Индософта, IDRMS SM сервер матбаланса, IDRMS – это модуль расчета согласованных данных и IDRMS CR экономиста. Критериями успешно согласованного баланса является для суточного накопительного отсутствия отрицательных масс перекачки после обработки, для суточного также накопительного внутри месяца коррекция остатков в резервуаре на конец периода, не превышающая допустимого отклонения 65% и для накопительного на границе месяца баланса отсутствия коррекции остатков в резервуаре на конец периода. Немного об организационных особенностях при внедрении под систем нашей СПУ. Я думаю, что можно представить себе объем работы по подключению удаленных объектов. Были внесены изменения в регламентирующие документы, в методики расчетов. Одной из важных задач, на наш взгляд, явилось создание обучения команды специалистов, которая будет сопровождать систему дальнейшим, ну и уже сопровождает. Начинали мы с консультационных семинаров по обучению основам программирования в PIS-систем. Далее получали опыт при организации доработок системы, внедрении нового функционала, совместной работы со специалистами подрядной организации. С терпением, вниманием, конечно, отнеслись мы к обучению персоналов операторных, проводили дополнительное обучение, переобучение для достижения наилучшего понимания принципов работы с системой. Итак, наша система слаженно достаточно работает и предоставляет всем необходимым специалистам требуемые данные и отчеты. И на сегодняшний день список лицензий и программных продуктов. Вот у нас следующий. Это программное обеспечение OSISoft, программное обеспечение Индософта. Что-то, если выделить из особенностей использования, например, сервер инженерных расчетов ACE мы используем не только как калькулятор, но и, как я уже выше говорила, встроили в него модуль с программным обеспечением, методиком выполнения измерения объема и массы нефти и нефтепродуктов. Или, например, расширив границы инструмента AF, используем его как комплекс математического моделирования в задаче формирования плана графика производства и факта производства из диспетчеризации. Мы используем пай-тестовый сервер для разработки новых мнемосхем. Специалисты СЭХ-экипы тестируют, прежде чем накатить на промышленный сервер. Программное обеспечение приобреталось по мере внедрения каждой системы. Изначально было приобретено 25 тысяч тегов, далее мы расширялись до 40 и 60, и в 2012 году расширялись до 100 тысяч тегов. На текущий момент достаточно нам этого, и имеется необходимый запас. Техническая поддержка программного обеспечения по принадлежности осуществляется в оси софт Индософт, но основной договор на поддержку у нас заключен с Индософтом. В сопровождении и администрировании системы производится сервисная организация Роснефти, Рененфор, в нашем случае это Иркутское региональное производственное управление, Красноярского филиала, но специалисты непосредственно в Ангарске работают. Планы и перспективы по созданию системы производственного учета у нас следующие. В части системы технологического мониторинга планируется подключить объекты, оснащение которых ведется и будет еще вестись у нас до 2020 года. Есть такая программа модернизации на НХК. В системе диспетчеризации планируется выполнить такие доработки, как реализация функционала электронных подписей. Нам требуется удовлетворить требования управления экономической безопасности по защите системы и организовать уровень защиты не ниже 1Д по классификации СТЭП. Мы планируем реализовать сопряжение с единой системой вибродиагностики оборудования НХК Компактс и автоматизировать процесс выдачи и контроля исполнения диспетчерских указаний ЦХ-90. ЦХ-90 у нас занимается межцеховыми коммуникациями. По модбалансу у нас сейчас началось внедрение второй очереди. Оно охватывает завод Массел и химический завод. И после успешной реализации будем приступать к функционалу поиска потерь. И успешно завершить нам пятилетку, я надеюсь, и даже я не надеюсь, я уверена в этом, поможет внедрение системы Планфакт. Мы убеждены, что завершенное внедрение в систему производственного учета предоставит всем участникам бизнес-процесса управления хороший и удобный инструмент для оперативного управления производством на современном уровне. Благодарю за внимание. Если есть какие-то вопросы, прошу задавать. И хотела бы сказать, что в ответах на ваши вопросы мне помогает сегодня Андрей Николаевич Бабенков. Если есть вопросы, задавайте. Плановые параметры в стеках хранить. Да, получается, что планы комиссии управления, так сказать, она ведет в себя планы с кем-то, и потом, когда раскидывается все на установки на их суточную, у нее есть кнопочка, что она отправляется в стеках, и потом показывается во все отчеты, где включаются планы, и суточные, и накопительные, и месячные. Вот оказательность числа. Мы про них, как бы, нам подсказывали с компанией Всесос, как это сделать. То есть у нас специально есть актив, который нам 20 лет назад включен. Все. У нас тоже самое. Все. Есть ли проблемы с производительностью работы этого элемента при переключении между немоскемами? У нас очень мало по Активыксов. То есть обычно это… 222. А, 220. Я имею в виду Активыксов мало. То есть на немоскемах отправили. Активюк 200. Активюк 200. Активюк. Активюк 200. Да, то есть на какая-то… Задержка. Ну, получается, там, где есть нормальная сеть, мы не чувствуем. Там, где у нас какие-то… Скорость достаточно хорошая. В очень редких случаях, но это больше действительно к сети относится. Бывают задержки в переключении, я поняла, о чем вы говорите. На другую, да. Но процесс стабилизировали мы сейчас, у нас таких проблем нет. Достаточно быстро переключается. От 2 до 4 до 5. Вопрос такой. В результате учетов, в видеокомпонентов, ведется послойный учет компонентов? Послойный учет компонентов не ведется, да? То есть и такого процесса нет. Если экономист по своим задачам хочет это показать, как бы, при, там, ну, в общем, при формировании акта на обвече остатков, то такой функционал есть у нее уже в ТРМС, в системе, где она может расслоить, да, какие-то компоненты, презервали, показать ее разными, как бы, продуктами села. Но это исключение обычно у нас такого не делается. А еще вопрос. Вы сказали, что вот спорта качества в электронном виде передается на отгрузку. Да. Да. Спорта качества, в данном случае, формируется в АСКПС-корне в лаборатории. Да, и используется для отгрузки там. Что отвечает за достоверность спорта в лаборатории, если все-таки где они формируются? АСКП это же, я так понимаю, это система управления отгрузкой? Отгрузкой, да. Лаборатория отвечает за выдачу паспорта. За данные, которые там по отгрузке, у нас, соответственно, это управление логистического обеспечения. То есть они плотно взаимодействуют. И между АСКПС, кроме того, что у нас есть интеграция диспетчеризации, у нас еще и с лимсами интеграции есть у АСКПС. То есть у нас такой треугольник в части паспортов качества получается. То есть будет сначала паспорта так сказать, что давно, или это изначально, да, реализованного СТПС, когда ее лабораторный контроль. Когда внедряли лимс, да, то получается, естественно, вот это вот спор данных, там, введение и пересчет, все это внедрили, да, но не меняя паспорта, как будто по системе уже накатано, отработано. Просто туда данные интегрируют из лимса, сразу в СТПС, и паспорта там сформируются, так как раньше делали. Еще вопрос. Там у нас есть установка смешения бензина, как сказали, да? А рецептура оптимальная где считается? Есть какая-то система оффлайн-оптимизации? Ну, это, в общем, в самом комплексе, да, который ИГАГАУ внедряло, то есть они заложили. Оффлайн там оптимизация оптимизации, а оффлайн? Оффлайн нет. То есть рецептура к тем готовится? Вот, насколько мы знаем, есть, как бы, отделы, производственные отделы, да, там сидит человек на НПК, и вот раз каждое утро он готовится к цели, да. Я, может, хотел отметить один нюанс, да, что после того, как НДСОВС вместе с, ну, заказчиком мы внедрили до какого-то момента эту систему, к нам пришел вот экспертный контроль Ефгенова Львовича, который пришел и, так сказать, проинспектировал систему, выдал большие замечания и рекомендации, как надо систему улучшить, как дойти до пользователя, удовлетворить его все требования, в общем, ну, и, как бы, улучшил систему. Ну, и спасибо вам на мой любимый офис. Система стала качественной работать, я надеюсь. Спасибо. Есть вопросы? Благодарю технического директора Московского офиса НДСОВС за ответы на ваши вопросы. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...